Счет госказначейства всего за месяц опустел почти на 7,5 миллиардов гривен. Сейчас там едва наберется 2 миллиарда. Это самый низкий показатель за 5 лет. Почему и как это коснется обычных украинцев, разбирался Данил Снисер. Такого обнищания госфинансов в Украине не было с декабря 2013-го. Государственный кошелек сдулся почти на 7,5 миллиардов всего за месяц. Вчера казначейская служба подтвердила, на счету осталось менее 2 миллиардов гривен. В Минфине поспешили успокоить украинцев. Ничего страшного в таких показателях нет. Невыполнение запланированных на первый квартал 2018 года заимствований в размере 56 миллиардов гривен является главной причиной низкого уровня гривневого казначейского счета. Однако общая ликвидность является достаточной. Ситуация под контролем. Все платежи идут вовремя и будут уходить вовремя. В своих заявлениях чиновники уж очень оптимистичны, говорят эксперты. И бить в финансовые колокола нужно было как минимум две недели назад. Массовые задержки выплаты пенсий стали первым звонком, подтверждающим, что в украинской экономике не все так гладко. При постоянных звитах, как у нас увеличиваются податковые надходжения, надходжения от митницы, что бюджет перевыконывается, выявляется, что реально на казначейском рахунке почти нет денег. И даже ступень кризи настолько серьезная, что первая и главная статья, выплаты, а именно пенсии, затримаются почти на неделю. Чтобы выплатить пенсии, пенсионному фонду пришлось брать деньги в долг в госказначействе. Суду выдали, но при этом остались практически ни с чем, говорят эксперты. И это накануне расчета по внешним долгам. Мы говорим сейчас о казначейском счете в ревне, но на самом деле правительство имеет практически нулевой счет в долларах или в евро. Поэтому правительству просто неоткуда брать валюту для того, чтобы рассчитываться по своим внешним долгам. Поэтому, опять-таки, правительству придется покупать эту валюту у Национального банка, тратить на это остатки денег на казначейском счете. Экономика страны попала в замкнутый круг. Экономисты уверены, чтобы насытить рынок гривней и возместить потери, придется вновь запускать печатный станок. Прогнозируют и девальвацию. Предпосылки уже есть. За полторы недели курс нацвалюты по отношению к доллару ослаб более чем на гривню. Да и МВФ транш не выдает, на который так надеялись чиновники. Ведь для этого необходимо вновь повысить цену на газ для населения. В случае, если будут подняты цены на газ, должны вырасти субсидии. Следовательно, правительству нужно изыскать где-то еще дополнительных 30-40 миллиардов гривен. Это огромная проблема в нынешней финансовой ситуации, в нынешнем финансовом году для правительства. Поэтому я считаю, что неизбежен и секверство бюджета, они неизбежно сократят социальные расходы, они будут сокращать всякие расходы. В то время как мы, оппозиционный блок, настаиваем на том, чтобы сокращались расходы на государственный аппарат и сокращались расходы на войну. Нужно прекратить войну, тогда высвободятся деньги, тогда эти деньги будут направлены людям. Банкиры уже прогнозируют падение кредитного рейтинга Украины и дальнейший рост инфляции. Данил Снисер, Марина Григорян. Подробности телеканал Интер.